друзья всем привет распаковка для магазина и в магазин . ру сегодня будем распаковывать вот такой вот редкие необычные воблер от компании с мисвик модель называется суспендинг супер рогу имеет длину 127 миллиметров степень плавучести суспендер заявлены производителем заглубляется она по заявлению производителя опять же до 2,4 метра но это предположительно в троллинг и весит он на 14 грамм по идее но на разных сайтах указывается вес там и 10,7 грамма и 11 грамм сейчас попробуем проверить сколько он действительно весит когда его распакуем вообще вот эта фирма так скажем не так на слуху у многих рыболовов вот но фирма в америке появилась давно в сорок седьмом году там некий молодой человек джек смитвик основал свою фирму он делала воблеры из дерева там из черенков отметил воблеры как это часто бывает таких случаях стали обретать популярность и собственно вот они дошли до нас в таком вот виде на сегодняшний день вот кто уже мог догадаться этот воблер очень похож на аропала хаски джерк 120 ходит много споров о том что появилась раньше курица или яйцо но воблеры смитвика гораздо дешевле соответственно чтобы не не брать аропалу хаски я решил вот взять вот такой вот смитвик упаковочек как видите тут потрепалась от витрины уже от возраста вот все-таки воблеры старые делались давно давайте сейчас подробно рассмотрим вот здесь есть название модели а sdr d1200 вот тут он называется ratling rogue и вот этот вес а то что я увидел в 1,2 унции 14 грамм получается делались они если не ошибаюсь от в мексике то есть тем самым удешевили производство но давайте откроем коробочку посмотрим как он выглядит вот надрезал здесь пластиковую упаковку и вот так выглядит этот красавец расцветка мне очень нравится тут какие-то вот фиолетовые синенькие блески на нем а тело такое брусковатое получается вытянутая здесь тут даже они кстати не стали печатать здесь просто оттеснили надпись смисвик с этой стороны с этой стороны до название модели супер рогу глазки здесь получается до глазки здесь трехмерные 3d об этом я читал об этом я знал но сдалека не могли показаться то что они накрашены то есть там кисточка как допустим на деревянных воблерах салма такие вот покрашенные глазки воблер и здесь пластиковый оснащается тремя тройниками что в принципе логично при такой длине 127 миллиметров тройнички обратите внимание я такие регулярно встречаю на старых воблерах они как бы загнуты по часовой стрелке то есть жало если смотреть как будто они кажутся кривые на на самом деле они не кривые а такие тройники а такие тройники лучше засекают рыбу то есть это проверенный факт у меня такие тройнички стоят на некоторых блеснах просто просекаемость феноменальных сходов практически нету воблер также мы видим оснащается носовым колечком имеет закругленную лопатку по такой лопатке конечно не скажешь что он до двух целых четыре десятых метра будет нырять я думаю при обычной рывковой твичинговой проводке он с такой лопатой заглубиться ну на метр на 1,2 метра но не более 2 и 4 я думаю это феноменально и нужно использовать действительно в троллинг проводку расцветок конечно у этой фирмы не так много и они не такие броски и все-таки воблер из истории вот но там как бы присутствуют вот такие вот классические натуральные цвета видел я там и какую-то вот такую мат тагеровую расцветку ну что-то наподобие там конечно не матовое покрытие но что-то зелененькое черненькое вот такой вот имеется в каталоге есть классические белые расцветки вот и многие другие то есть подобрать можно для чего я взял этот воблер да просто банально как уже сказал в начале чтобы не переплачивать за хаски взял вот этот воблер но заодно с ним познакомиться вот и также по отзывам я слышал что они неплохо ловят судака то есть вот так вот внезапно да то есть при всей своей внешней заточенности на щуку вот это вот сигарка должна ловить судака не знаю буду пробовать дополнительный стимул так ну и давайте посмотрим что здесь есть какие-то системы дальнего заброса шумовые капсулы что тут сейчас потрясу посмотрим нет здесь нем ничего нету там вот если приглядеться окраска снизу полупрозрачная там видно что имеются балансировочные шары жестко зафиксированы своих капсулу где-то вот здесь вот под серединой между первым и вторым тройным крючком но в голове он еще там вижу шарик присутствует вот соответственно воблер получается у нас тихий ну и давайте напоследок оценим качество изготовления общую детализацию а чешуя здесь также какая-то рифленно тисненная то есть это даже какой-то все даже какой-то просто отпечаток каким-то вот они штампом делали необычная такая форма петельки я думаю здесь также не нуждаются в проклеивании потому что вижу вот здесь вот полупрозрачная форма окраски позволяет увидеть то что петельки как бы сделано каждый в своих вот контейнерах получается то есть пустоты в них нету и они с телом воблера не стыкуются то есть если там и будет щель то она будет попадать в свою капсулу исключительно ну детализации как бы мне нравится вот особенно прикал тут эти черно-красные глаза это прям большая такая точка атаки для хищной рыбы то есть будет бить в голову в этот глаз метится вот но на этом распаковку думаю можно завершать всем спасибо за просмотр до новых встреч пока